Дукас КПТВ приветствует вас из Вики, где проходит латвийско-иранский бизнес-форум. Нам удалось пообщаться с выдающимися экономистами. Не так давно президент Хасан Рухани заявил, что экономика Ирана практически приблизилась к своим прошлым уровням до введения эмбарго. Вы согласны с этим? И каким образом происходил данный переход? Я соглашусь с этим утверждением. Мы практически вернулись к тем же уровням, которые были до этого. Но при этом мы не должны забывать о том, что это довольно длительный процесс. Действие санкций продолжалось на протяжении четырех лет. Поэтому так сразу вернуться к прежним уровням будет непросто. Должно пройти какое-то время. Я с ним согласен. До того, как были введены санкции, большая часть роста ВВП Ирана приходилась на нефтяную промышленность. Объём производства нефти практически находился на том же уровне, что и до введения санкций. Но в последнее время экономика Ирана изменилась. Ранее Иран был очень сильно зависим от доходности рынка нефти и газа. Начиная с 1995 года, большая часть от роста ВВП Ирана приходилась на доход от добычи нефти и газа. Около 60%. На сегодняшний день экономика Ирана зависит от производства нефти и газа всего лишь на 23%. То есть мы видим очень большие изменения. Мы работаем над развитием наших промышленных секторов, над развитием бизнес-сектора. Президент Рухани также думает над тем, чтобы совершить переход экономики к частному сектору. Для правительства Ирана очень важно развивать различные секторы экономики. Это невероятные изменения за 20 лет. Как вы думаете, эти данные могут еще больше снизиться? Я надеюсь на это. Я говорю это как член частного парламента. Господин Зариф сделал огромный вклад для экономики Ирана. Он положил основу этим изменениям. Он поддерживает частный сектор. Он также активно выступает за то, чтобы Иран сотрудничал с Латвией. И данное взаимодействие подразумевает под собой сотрудничество между частными секторами этих стран. Невзирая на отмену эмбарго, финансовый поток со стороны Ирана в западные страны по-прежнему довольно ограничен. Как вы думаете, с чем это связано? В основном это обусловлено периодом санкций. Практически все транзакции с другими странами были переостановлены или осуществлялись непрямым способом. Необходимо время для того, чтобы реорганизовать экономику Ирана. Осуществить ряд изменений. Необходимо согласовать некоторые моменты с институтами. На все это требуется время. Мы должны провести разумное реформирование. Я думаю, на все это нам потребуется несколько месяцев. Возможно, от 6 до 7 месяцев. Ну и напоследок. Давайте поговорим немного о мониторинге Ирана интернет-торговли. Расскажите нам о регулировании и о временных рамках. Да, существует определенное регулирование интернет-торговли. К примеру, если вы хотите привезти товар, если вы желаете купить акции, если, к примеру, вы проводите банковские транзакции, все это время вы пользуетесь интернетом. Существуют определенные правила, и правительство Ирана внимательно за всем этим следит. Есть специальные государственные органы, которые все это контролируют. Я думаю, нам не стоит беспокоиться. Ситуация вскоре стабилизируется полностью. Мы признательны представителям торговой палаты Ирана за их комментарии. С вами был Мохаммед Реза-Ансари и Мартеза-Алагдад. На сегодня все. Мы прощаемся с вами. Продолжайте оставаться с Дукаскопи-ТВ и забывайте у нас много других интересных интервью. До свидания. Субтитры подогнали Симон.